Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Мне хотелось бы понять своё состояние и как от этого избавиться. Со школы было много подруг, потом взрослой жизни, у всех семьи дети стали общаться реже. Ну, потому что у всех семьи взрослая жизнь и дети. Теперь общение вообще сошло на нет. Я работаю, есть муж и дочь. Любимые хобби. Также увлекаюсь горными лыжами и нравится учиться правильно делать макияж. Я разносторонний и общительный человек. Хорошее чувство юмора. Нет, как сейчас говорят, помптов. Но меня беспокоит это состояние ненужности. Добавляюсь к подругам школьным либо знакомым в инстаграм. В ответ тишина или вообще удалят мою заявку в друзья. Мне никто не пишет и не звонит. С праздниками не поздравляют. Такое ощущение, что меня все вычеркнули из своей жизни. Новые фотки, общение, даже между собой две подруги общаются. А меня в их общении больше нет. Кстати, так же и с родственниками некоторыми. Пишу поздравления с Новым Годом. Тишина в ответ. Меня не поздравляют с днем рождения. Не понимаю, почему так. И мне от этого тяжело. Тяжело, что мне не отвечают и сами никогда мне не пишут. Что удаляют заявки в друзья в соцсети. Почему так стало, не понимаю. Не ругалось ни с кем. Просто меня, как вычеркнули, из жизни. Помогите разобраться. Конечно, разобраться мы вам, безусловно, поможем. Это не выглядит, как что-то такое. Очень тяжелое. Но неплохо было бы знать историю вашей жизни в целом. То есть вы говорите, что у вас есть муж. Что получается, есть у вас семья и так далее. Вы это все как-то выстраивали. То есть вы выстраивали семью. Вы выстраивали вот как раз взаимодействие с людьми. В смысле вашими близкими, с теми, с кем вы сейчас находитесь в отношениях. И, на мой взгляд, было бы очень хорошо. Если бы вы, так скажем, поисследовали бы вот этот аспект того, как именно вы выстраивали отношения с, например, мужем своим. Как вы, например, относитесь к детям своим и так далее. То есть это все довольно-таки важные моменты. Потому что от того, как вы относитесь к себе, например, зависит то, как вас воспринимают другие люди. То есть в своем тексте сейчас, на данный момент вы описываете, как мне кажется, только лишь следствие. То есть вы описываете именно следствие того, что с вами, ну, как бы, происходило. Но не говорите о причинах. А причины, на мой взгляд, очень важны. Давайте подумаем. Значит, если общение сошло на небо, значит, между вами и этими людьми перестало быть, совершенно очевидно, достаточное количество общего. То есть между вами и этими людьми больше нет, вероятно, в полной мере общего для того, чтобы вам можно было бы комфортно общаться. Нового, в смысле общего, не появилось, а старого стало недостаточно. И в какой-то степени здесь все просто. Люди отходят. Это нормально. Мне кажется, что в этом смысле вы больше цепляетесь именно за людей конкретных, требуя от них того, чтобы они с вами, собственно говоря, общались. Ну, не прямо требуя от них, а внутренне требуя. Тогда как общение выстраивается на интересе людей друг к другу. А этот интерес выстраивается, в свою очередь, на интересе человека самого себе. И вот здесь такой очень деликатный момент. Вы, дело в том, что приложили фотографию свою к тексту. И, на мой взгляд, вы, с одной стороны, не слишком сильно собой интересуетесь. Это первое. Второе. Вы как будто бы пережили какую-то травму достаточно сильную, или у вас был серьезный стресс, серьезное потрясение. Вот. Вы выглядите довольно подавленные. И, как бы, это вот, на мой взгляд, ну, очень сильно чувствуется. Вот. Поэтому я бы сказал, что с этими моментами нужно работать. То есть вы, на мой взгляд, вот, не очень интересуетесь собой. Как будто бы много из, много из того, что вы делаете, как будто бы, вы делаете, вот, не потому, что вам этого хочется, и вам это интересно, а потому, что, вот, ну, надо делать, и вы это делаете. Вот такое у меня возникает ощущение, когда я смотрю на ваши фотографии. То есть, понимаете, вполне возможно, что вы всю свою жизнь как-то вот, ну, были ориентированы на, собственно говоря, других людей. И, может быть, делали все для этих людей. А в итоге, как бы, ну, для себя, да, вы глобально и на постоянной основе делать что-то не привыкли. Вот это очень интересный момент. Попробуйте подумать и ответить себе максимально честно на один вопрос. Вот, когда вы выбираете то, чем вам, ну, к примеру, заниматься. Когда вы выбираете то, к примеру, что вам делать, вы делаете этот выбор. А посредством чего вы совершаете этот выбор? По каким критериям и приоритетам? Попробуйте, пожалуйста, на этот вопрос честно ответить. Я думаю, что вы увидите, если честно себе признаетесь в том, как происходит выбор. Вы увидите ответ на свой вопрос. Дело в том, что люди окружающие чувствуют то, как вы относитесь к себе. И отверкаливают вам то, как вы к себе относитесь. Если в глубине души вы сомневаетесь, например, в своей ценности, если в глубине души вы как-то вот обесцениваете себя, то и вас будут также обесценивать. Я здесь молчу о том, что может быть элементарно, что мы с вами и людьми, да? Ну вот, просто закончилось что-то общее. С родными людьми тоже вполне общее. Могла такая история произойти. Но, что интересно в этой ситуации, это то, для чего вы поздравляете людей, которых поздравляете, и для чего вы пишете этим людям. Вот мне кажется, что сами по себе люди вам не интересны. Вам не интересен человек. Вы поздравляете его не потому, что вам хочется именно поздравить человека. Мне кажется, что вы это делаете, пытаясь получить что-то для себя. Например, пытаясь получить только внимание, пытаясь получить только любви, пытаясь получить ощущение своей ценности, может быть. И так далее. Люди это тоже чувствуют. Люди это тоже чувствуют, люди это тоже ощущают. Не ощущают, что не они вам интересны, а то, что они могут дать вам. Понимаете? В чем штука? А вы пытаетесь решить свой внутренний конфликт. Если мы говорим про отвержение, вы чувствуете, что вас отвергают. То ситуация здесь такая, что он, как правило, ребенок в детстве в каком-то из эпизодов зафиксировал, что его отвергли. Вот он на этом, он это зафиксировал, он на этом зафиксировался. Вот. И с одной стороны, пытается решить проблему, то есть пытается, ну, доказать, что он достоин того, чтобы его не отвергли. А с другой стороны, внутри себя он уже отверг. То есть внутри себя такой человек, к сожалению, не находит ресурсов для того, чтобы принимать себя и любить. Вот, скажите, пожалуйста, как вы к себе относитесь? Знаете, вот вы перечислили свои характеристики, да? Вы назвали себя общительной, с чувством юмора, разносторонней. Но это все про что? Это все про то, что я делаю максимально, я являюсь идеальной, хорошей для общения. Я стараюсь, то есть я разносторонняя, у меня есть чувство юмора, я общительная, так общайтесь со мной. То есть такое ощущение, что все вот это вы развиваете только для того, чтобы с вами общались, а не потому что, ну, вам это нравится и вы, собственно, хотите быть такой. Понимаете? Вот. И получается таким образом, что как-то вот вы себя предаете. Вот. Вот. Вот получается, что ваша разносторонность и общительность это, ну, результат, следствие того, что вы хотите общаться с другими людьми. Вот. При этом, не совсем понимая, а, собственно, по поводу чего вам общаться, да? То есть, ну, на каких основаниях выстраивать, как бы, общение, да, выстраивать взаимодействие и так далее. Понимаете? Понимаете? Поэтому я бы сказал, что то, что вы, ну, если вы, конечно, не говорите про кого-то конкретного, да, то есть, если вы говорите про какое-то количество людей, а если мы здесь не говорим об одном, например, человеке, или о двух, да, с которыми у вас абсолютно нормально может завершиться общение и от этого никуда не деться, если мы говорим о неограниченном таком достаточном количестве людей, то это именно не присутствует в своем интересе. То есть, вы не делитесь с человеком собой, вы пытаетесь понравиться ему или быть удобным, или подстроиться, и, соответственно, ничего-ничего из этого не получается. Вот. Либо вы считаете у себя какой-то неправильный, либо вы считаете у себя какой-то ненормальный, да, ну, вот что, с вами что-то не так. Вот. Либо вы просто, ну, вот, не привыкли себя слушать, не привыкли себя слушать. Вот. И с тем и с другим можно и нужно работать, но это определённый процесс. Я повторюсь, повторюсь, что нужно больше информации. Вот. То есть, нужно именно больше информации о вас и о том, как вы выстраиваете взаимодействие с людьми, в том числе со своим мужем. Да, потому что семью вы построили, отношения какие-то выстроили. Вот. Вполне возможно, что вы по, ну, по инерции, по инерции тянетесь к тем людям, которые вам уже не подходят. Вот. Вы говорите, что вас беспокоит состояние ненужности, а себе-то сами вы нужны. Свой собственный смысл жизни, если не привязывать его к людям, вы видите? Вот в чём вопрос. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...